Вторая книга Царств 13 глава, там где описано об Амноне. И вопрос такой, почему Амнон, который любил Фомарь, после возненавидел ее больше, чем любил? Братья, это естественно. Наоборот, если бы так не произошло, тогда был бы вопрос, почему этого не произошло. Там была почва или фундамент той любви, греховный, скверный. И поэтому иначе и быть не может. Когда фундамент закладывается чистый, тогда любовь, она возрастает. И в трудности, которые встречают люди, муж и жена, в этих трудностях любовь закаляется, вырабатывается и терпение, и долготерпение, потому что это качество любви. Любовь долго терпит. А если фундамент не чистый, как было у Амнона, он через несколько минут, после того, как он думал, что сильно любит ее, уже сильно возненавидел. Какой здесь можно урок взять? Вот здесь у нас есть немало братьев еще неженатых. Если фундамент любви вашей будете закладывать чистый, это надежно. Это не значит, что все хорошо будет в жизни. Но любовь ваша будет крепнуть и будет возрастать. А если вот такие бывают мотивы для любви, познакомились по интернету, в Одноклассники или в другой какой-нибудь программе, или по мобильным сообщениям, то имейте в виду, ничего хорошего с той любви не будет. Потом она рушится все, потому что фундамент не тот положенный. И если начинается любовь с греховных каких-то проявлений, то будет как Омнона. Сначала думал, что сильно люблю, а потом возненавидел еще больше, чем любил. В Евреям 11.21 Израиль поклонился на возглавие постели здесь в бытие, а в Евреям поклонился наверх жезла своего. Зачем Израиль поклонился на возглавие постели? Что это значит? Вот здесь перевод есть древнегреческий. Он дает смысл яснее. «Верою Иаков перед смертью благословил каждого из сыновей Иосифа и, опершись на посох, поклонился Богу». И как бы дается разъяснение, «Опершись на посох, поклонился Богу» в еврейском оригинале склонился к изголовью постели. Понятно, да? Оказывается, все значительно проще. «Всех ли людей любит Бог, согласно Малахии 1.2.3? Помните, да? Или одних любит, других ненавидит. Не брат ли Исаав Иакову? Однако я Иакова возлюбил, Исаава возненавидел». И получается абсолютное предопределение. Бог в своем суверенитете от начала одних предназначил к спасению, других к погибели. Хотите доказательства? Пожалуйста, Иакова возлюбил, Исаава возненавидел. Братья, когда мы читаем об исторических личностях Иакова и Исаава, там не сказано, что Бог Иакова возлюбил, а Исаава возненавидел. А сказано только о том, что Иаков поставлен Богом выше, чем Исаав, хотя и родился вторым, хотя и младшим. Но не сказано, что Он его возлюбил, а возненавидел. Когда читаем книгу пророка Малахии, где сказано «Иакова возлюбил, а Исаава возненавидел», то мы видим, что здесь идет речь не о личностях конкретных Иаков и Исаав, а о народе, который произошел от Иакова, и о народе, который произошел от Исаава. Исаава возненавидел и предал горы его опустошению и владению его шакалом пустыни. И за что дальше здесь он рассосняет, за что? За то, что Исаав вероломно поступал против своего брата. То есть речь не идет о том, что возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел. А уже их потомков, за их действия, которые они делали, тех возненавидел, а тех возлюбил. Понятно это, братья? Это важный момент. То есть то, что Малахия говорит Иаков и Исаав, это не конкретные личности, а это уже идет речь о народах, которые избрали для себя определенный путь и определенный образ жизни. И еще сюда здесь поясните выражение «благодать на благодать». Это Иоанна 1 глава. От полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Здесь вот тоже этот перевод дает интересное объяснение. И мы все разделили его богатство. То есть от полноты его все мы приняли. Он одарил нас бесчетно по своей доброте. Благодать на благодать. То есть бесконечно много мы получили от Бога через Иисуса Христа. Братья, я сейчас записку не прочитаю, расскажу одну историю, а потом прочитаю записку. Когда судили Михаила Ивановича Хорева, я сейчас не помню, какой это год был или какой срок его был. Ну, это было, по-видимому, в начале движения, пробуждение нашего братства. И на суде была мама его. И вот судья спрашивает у мамы, вы знаете, что ваш сын не последнюю скрипку играет в Совете Церквей? Она говорит, гражданин судья, о чем вы говорите? Мой Мишенька никогда на скрипке не играл. Он немножечко на домборочке только играл и все. Ну, он в детстве на домборочке играл. Теперь вопрос такой. Скажите, здесь есть что-нибудь в ее ответе, что не положено христианам так говорить или нормально? Хотя она не глупая женщина, она поняла, о чем идет речь. Ну, на такой вопрос судья, ну, что ты ответишь, да? Ну, она взяла сюда. Отключай глупому по глупости. Теперь скажу вопрос. Уместен ли в христианской жизни юмор или нет? Уместно. Но есть уместный юмор, есть неуместный юмор. Есть недопустимый юмор. То есть, если юмор унижает кого-нибудь, такой юмор недопустимый. Есть ли юмор несет себе двусмыслицу? Ну, нормальный смысл и второй смысл какой-нибудь скверный. Этот юмор недопустимый в христианстве. А если чистый юмор, как бабушка это сюморила ему, да? Думаешь, нормальный, допустимо. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос.